Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите мне разобраться в ситуации, пеште вы. Встречаемся с мужчиной около двух лет. Отношения хорошие, ссор не возникает. Только мне всегда был непонятен один момент, я зарабатываю хорошо, а он работает охранником. Зарплата копеечная, но самое непонятное, что он не стремится что-либо менять. Я ему предлагал другую, более высокооплачиваемую работу в нашей организации, когда его сократили. Так мне же, нашел опять такую же. Я настаивать не стал. Я собираюсь поехать на море с моим ребенком. Спросил, а поедет ли он с нами, я его отвергал, что он хочет, но денег у него нет. Мне и хочется все вместе поехать, я готова полностью на всех путевку оплатить. С другой стороны, возникают мысли, почему я пошел как лучше, чтобы обеспечить себе и сыну достойную жизнь. А он вообще не напрягается, живет в свое удовольствие, нам ничем не помогает. Иногда только с ребенком сидит, когда я в командировке. Подсказите, как поступить мне, и стоит ли оплачивать ему отдых? Спасибо. Вы знаете, Анна, я думаю, что здесь один из тех случаев, когда ситуация крайне деликатная. Это вопрос ценности, вопрос отношений, вопрос доверия и вопрос искренности. Сочетание всех этих элементов и приведет вас к ответу. Вы пишите, встречается с мужчиной около двух лет. Конечно, срок это небольшой. Два года это не так много, но и немало. И вообще-то говоря, за два года, я думаю, вам уже, наверное, совершенно понятно и очевидно, что вас с этим мужчиной связывают. Вот вы говорите, что у вас хорошие отношения и ссор не возникает. Мне кажется, что отсутствие ссор не делает отношения хорошим. Некоторые отношения, знаете ли, только при наличии ссор являются хорошими. Потому что они более живые. Так вот, то, что у вас хорошие отношения и нет ссор, как вы пишете, ни о чем не говорит. У меня больше вопрос, что вас связывает. У меня больше вопрос, что между вами общего. Вы говорите, что вам всегда был непонятен один момент. Я вам верю. Но что вы вкладываете в это, в то, что вам непонятен этот момент. Вкладываете ли вы в это то, что для вас, такое поведение неприемлемо, а в конце своего текста вы по сути прямо об этом говорите. Вкладываете ли вы в это то, что у вас это вызывает тревогу. Вкладываете ли вы в это что-то еще, например, свое желание того, чтобы мужчина был более обеспеченным и вы могли на него положиться. То есть, понимаете, вы выбрали человека себе в партнеры. Вы находитесь с ним в отношениях уже два года. И вам по-прежнему непонятно, вот этот, ну, непонятен этот момент. Хорошо. Вам этот момент не понять. Но, что вы с этим делаете? Вы обсуждали это. Вы говорили об этом с человеком, что для меня неприемлемо или нет. Как вы сами для себя относитесь к тому, что, ну, вот, выбрали мужчину, да, для отношений, которого, получается, полностью не принимаете. Если вы выбрали мужчину, которого вы полностью не принимаете, только для того, чтобы не было ссор, ну, совершенно очевидно, что этого несколько недостаточно. Поэтому вопрос, который я хотел бы вам здесь задать, выглядит следующим образом. Что вы вкладываете непосредственно в то, что вам непонятен этот момент? У вас одни ценности. Я имею в виду, что вы считаете, что нужно много работать и обеспечивать себе и сыну достойную жизнь. И это окей. Это абсолютно нормально. То, что вы так считаете. К этому можно по-разному относиться. Кто-то скажет, что достойная жизнь, ну, достойная жизнь не в материальном обеспечении, да, точнее, не только в этом. Но это решать исключительно вы. А вот мужчина, да, как вы и говорите, живет в свое удовольствие, не напрягается, потому что ему так комфортно, потому что ему так привычно, ему так хочется. И меняться он не будет. Это нормально. И вот вопрос. Да? Принимаете вы это в нем или нет? Я зарабатываю хорошо, пишет. Он работает охранником, зарплата копеечная. Но самое главное, он не стремится что-то менять. А зачем? Далеко не все люди, которые работают охранниками, хотят что-то менять. Ну, то есть, у кого-то это может быть, в принципе, устраивает. Люди как-то становятся начальниками охраны. Вполне таким образом. То есть, почему он должен что-то менять? Я ему предлагал на другую, более высокооплаченную работу в нашей организации, когда его сократили. Нет же, нашел опять такую же. Я чувствую, что вы здесь не относитесь с уважением к его выборам. А если вы с ним в отношениях, то уважать выбор человека, как его самого, как бы надо. Поэтому здесь вот чувствуется, как у вас какое-то пренебрежение. То есть, вы можете не принимать такой выбор, вы можете не принимать такое его решение, вы можете не принимать его ориентированность ценностную. Но тогда вы не говорите в вопрос, зачем вы с ним? Что касается того, что я нашел такую жену, это чтобы не быть у вас в долгу. Я настаивать не стал. Что вы вкладываете в это? Чтобы не стали настаивать. А вам хотелось? Я собирался поехать на море. Я собирался поехать на море с Манербергом. Спросила, поедет ли он с нами. Его ответ был, что хочет, но денег у него нет. Ну, по крайней мере, честно. Мне хочется вместе поехать всем. Я готова оплатить путевку на всех. С другой стороны, выникают мысли, почему я пошел как лучше себя обеспечить себе, а он особо не напрягается, живет в своей удовольствии, нам ничем не помогает. Потому что так вы выстроили отношения с этим мужчиной. Это первое. Второе, это то, что называется личные границы. Второе, возникает вопрос, а насколько вы находитесь в естественном, природном, жизненном положении, работая в том объеме, в котором вы работаете, если вы говорите, что пашете как лошадь. Может быть, здесь дело не в мышине, а в том, что в глубине души вы ему завидуете, что он живет, не напрягаясь. Да, не так богато, но по крайней мере, в свое удовольствие. Что он, будучи менее обеспеченным, чем вы, получает от жизни больше удовольствия, чем вы, является более обеспеченным. Может быть, вы просто слишком много работаете, боясь потерять то самое обеспечение, которое судя по тому, что вы называете свою деятельность как пашу, как лошадь, ну, не очень-то для вас окупается. То есть, если бы вам материальное обеспечение было бы важно на уровне ценностей, то есть вы считали, например, что это первое, второе, третье по шкале значимости ваших ценностей, вряд ли бы у вас возникли такие мысли, но вы чувствуете утомленность, вы чувствуете усталость, вы чувствуете несправедливость, а значит, вы предъявляете к себе требования больше, чем адекватно можете справиться. Возможно, это перфекционер, перфекционер, то есть нарциссит, страшно, нарциссит. Возможно, это страх, страх, как достаться без денег, возможно, это стыд, не знаю. Может быть, это следствие отношений с отцом ребенка. Подскажите, как поступить мне, стоит ли оплачивать ему отдых? Почему вы считаете, что мы, абсолютно чужие люди, можем подсказать, как вам поступать? Мне кажется, это неуважительно по отношению к вам. Мы не знаем, как вам распоряжаться в своей жизни и не хотим брать ответственность за нее. Но мы можем помочь вам разобраться в себе и, во-первых, узнать себя получше. Во-вторых, научиться более открыто и искренне выстраивать отношения с людьми и мужчинами в том числе. И, в-третьих, таким образом вы придете к тому, чтобы решить, как вам поступить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!